Привет друзья, с вами Страйник, а это халява от Epic Games. И на этой неделе нам отдают две игры. Забавный инди-файтинг, гигабаш и очень сомнительную игру в жанре моба, предсессор. Что это за игры и стоят ли они нашего внимания, рассмотрим немного позже. А перед этим я прошу тебя подписаться на мой канал. Я рассказываю свое мнение о бесплатной раздаче от Epic Games, а еще игры разные прохожу. Заходи, смотри и не стесняйся. И для начала мы посмотрим на игру гигабаш. В эту игру можно играть как по сети, что из нее делать обычный файтинг с необычными персонажами, а также можно пройти кампанию, чем собственно я и занимался. Игра поначалу кажется очень детской и простой, но играя на обычной сложности я немного страдал, пока не осваивался с противником. Игра начинается с того, что земляне откопали из недр планеты какой-то артефакт и разбудили древнего титана, который очень недоволен, что у него забрали его прелесть. И для начала нам дают возможность освоиться с управлением, где рядовые противники не представляют опасности, а нам-то всего и надо сломать защитный барьер, чтобы добраться до артефакта. Но конечно же у нас ничего не получится. Ворвавшись в город, мы понимаем, что можно разрушить все в округе. Там даже здания дают разрушить. И разрушаемость их сделана прикольно. Для такой на первый взгляд детской игрушки. Здания имеют разную модель повреждений. Их можно использовать как и оружие, или как часть арены, для лучшей позиции для атаки. Так как почти сразу, после начала крушения этого города, нам в противники выставят другого древнего монстра, которого людишки взяли себе под контроль. Победив одного противника, мы отправляемся дальше, по локациям, сражаться с другими монстрами. Попутно будет и двигаться сюжет. Если можно так сказать. В общем, небольшая история, которая что-то будет пытаться нам рассказать. Игра сама по себе небольшая. И в целом очень примитивная. По мере прохождения, нам будут открываться новые монстры. И защитники людей, за которых впоследствии мы сможем поиграть. Каждый монстр имеет свои атаки. Зачастую не похоже на то, что было у других монстров. И за счет этого, вся игра очень разнообразна. А за счет того, что файтинги недолгие, и сама игра небольшая, это не успевает надоесть. В целом, мне понравилась игра, и если вам особо не во что поиграть, или подустали уже от однообразия, обязательно заберите эту игру, пока будет действовать бесплатная раздача. И поиграйте немного, в режиме кампания. Ну или как минимум заберите сейчас, а как появится желание, отлично запустите игру. Точно не пожалеете. А теперь перейдем ко второй раздаче на этой неделе. Предсессор. Игра в жанре моба. Наподобие игр Dota 2 или Лига Легенд. Только все сражения будут у нас как будто в шутере от третьего лица. И вроде бы звучит круто, но если бы это не была пародия на игру Smite, которая в сотню раз круче, в которой тьма героев, и в которой много режимов. И кстати, которая бесплатна. Можно скачать и играть прямо сейчас. Собственно, и игроков там больше. А за то количество лет, что существует игра Smite, там и различные режимы появились, и нормальное обучение для новичков. Но давайте для начала расскажу, что это за игра в жанре моба. Если вдруг вы не знаете. Принцип таких игр один. Это соревнования двух команд. У каждой из команды есть база, которую необходимо защитить. В стандартном варианте карта имеет симметричный вид и три пути, которые приводят к базе противника. Центр, верх и низ. По этим лидням выдвигаются миньоны, которые сражаются с такой же группой противника. И герои должны их добивать, чтобы получать валюту и опыт, чтобы становиться сильнее и покупать себе артефакты. Так как на всех линиях, которые ведут к противнику, есть башни. И пока не уничтожишь первую башню, вторая будет неуязвима. Для неуничтожения базы противника достаточно пробиться по одной линии. Но зачастую этого не хватает. И приходится ломать башни на всех линиях. И тогда ваши воины, идущие по тром дорогам, будут очень сильны. Что поможет вам переломить ход сражения. Вот собственно в этом и заключается жанр моба. А весь интерес подогревается действием противника. Как он хорошо играет, или как он применяет свои скиллы. Так как у каждого героя свои способности, со своими эффектами. Которые от правильного действия превращаются в грозное оружие. Игра же предецессор, как сказано в описании, стозана на базе игры Paragon. Которая, к слову, была бесплатная. А текущую версию игры продаются деньги. Конечно сейчас бесплатная раздача, но не думаю, что это особо повлияет. Теперь разработчики решили сделать ее платной. По мне так это бред. Игра ничего из себя принципиально крутого не представляет. Я в свое время пробовал бесплатную игру Paragon. И в целом не заметил особых изменений. Внешний вид конечно больше футуристичный. Какие-то роботы, мехи, что-то вот так подобное. В отличии от той же игры Smart, где весь сеттинг игры завязан на богов. Что по мне даже как-то прикольней, красочней. Может быть что-то и изменили в игре предецессор. Но не прям что-то кардинальное. По мне так просто переименовали игру, сделали какой-то визуальный немного апгрейд. И теперь продают за деньги. В общем я советую не тратить время на эту игру. Ничего нового или интересного она не подарит из того, что есть. А за счет того, что эта игра не популярна, и в ней будет мало народу, игры будут искаться дольше. Да и разнообразие в ней в разы меньше, чем в точно такой же игре Smite. Если вам хочется попробовать игру в жанре моба от третьего лица, то лучше обратите на игру Smite. Вот точно не пожалеете. Кстати, многие, кому не заходят игры моба наподобие Лига Легенд или Дота 2, говорят, что игра Smite заходит на ура. Поэтому игру предецессор можно спокойно пропустить и даже не обращать на нее внимания. На этом у меня все. Такое мое мнение об этой раздаче. Если же у тебя другое, буду рад прочитать его в комментариях. А также не забывай подписаться на канал. Один клик для тебя и очень важное событие для меня. Ну а я желаю тебе всего хорошего, удачи и пока!